15 мая Международный день семьи. Во все времена семья является показателем стабильности и развития, источником радости, тепла, гармонии и преемственности добрых традиций. Несмотря на суровые климатические условия севера, в Новом Уренгое немало семей, в которых всегда хорошая погода. В гостях у одной из таких побывала наша съемочная группа. Батюй дедой. Я большой дедой. Почему большой? Молодой. Я молодой дедой. Да, а вот это кто? На черно-белых снимках внук Костя легко узнает своих бабушку и дедушку, тем более, что изменилось с тех пор немногое. Разве возраст прибавил им седины и морщин? Константин и Любовь Стрелковы счастливы в браке больше 40 лет, награждены медалью за любовь и верность. За это время пережили многое – потерю близких, рождение детей, долгожданное появление внуков и многое другое. Какие бы испытания не преподнесла судьба, совсем они справляются сообща. У меня в жизни очень много всего было. И сказать, вот счастливая семья. То есть, каждый день счастья, что ли, такого не бывает. Бывают такие черные полосы. Потом такое счастье бывает, что только терпение выручает. Не опускать руки и думать, пережить все это. Убеждать себя в том, что все равно все это пройдет, будет лучше. Каждый праздник Стрелковы отмечают вместе. В дружной семье четверо детей и столько же внуков. Рецепт семейного счастья они передают из поколения в поколение, объясняя детям и внукам, что только любовь, взаимоуважение и умение объясниться со второй половинкой может сделать семью крепкой. Сколько иногда бывало и ссорились, и все остальное. Умело, умело всегда выступать. И я старался уходить. Потому что без этого нельзя. Надо не только любить, надо уважать еще плюс ко всему мнение другого человека. Когда оно в другой раз может не совпадать с твоим. Ну что, так нужно. Наверное, поэтому так и получается. Сергей Ронжин и Елена Макарова только собираются создать полноценную ячейку общества. До того, как прийти в ЗАГС, молодая пара полтора года жила гражданским браком. Проверив отношения в быту, будущие молодожены убеждены, с любыми трудностями можно справиться только сообща. Главное, чтобы были чувства и взаимопонимание. Не ругаться. Что еще? Слушать друг друга. Доверять друг другу обязательно. Любить друг друга. Уважать. Сотрудники отдела ЗАГС рады любой паре, которая решает узаконить свои отношения. И переживает за тех, которые не сошлись характерами. В этом году свой союз расторгли 260 семей. Наряду с этим 395 пар связали себя узами гименея. Запомнить всех вступающих в брак невозможно, уверяют специалисты. Но есть и особо отличившиеся. Запомнилась нам две пары. Одна пара была в костюмах Д'Артаньян, мушкетер. Вот того времени, да, в общем-то такая инсценированная. Были во фраках, достаточно интересные. Ну и была пара, которая, в общем-то, они, наверное, знают весь округ. Когда она была в роли медсестры, он, свидетели и гости были там кощеями. У каждой пары свои радости и победы, проблемы и трудности. Самое главное – это возможность просто собраться с семьей. И неважно, большой или малой. Поговорить о чем-то близком, сокровенном, поддержать друг друга. Порадоваться тому, как растут дети и внуки. В этом, наверное, и заключается универсальный рецепт семейного счастья. Наталья Худяева, Ксения Белозерова, Константин Малыш, Феликс Россихин. Служба новостей «Импульс».